Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители канала Добра и Позитива Говорит и показывает Черногория, лето в разгаре И настроение у нас что? Правильно, улучшается Перешагнули мы рубеж в 15 тысяч подписчиков, это нас очень сильно радует, конечно, здорово, настроение у нас хорошее, летнее и позитивное И сегодняшний ролик, так сказать, репортаж, хочу записать на очень такую интересную тему под названием Как хорошо выглядеть в любом возрасте и что необходимо сделать в своем внутреннем мире И не только внешне выглядеть красивым, так сказать, на фасаде Итак, наш сегодняшний репортаж и ролик будет состоять из нескольких пунктов Первое, это как научиться расслабляться Я буду подглядывать в свою подсказку такую, да, потому что я на самом деле подготовился к сегодняшнему ролику И вот я его как бы состряпал из пяти пунктов Первый, это научиться расслабляться Второй пункт, нужно научиться бороться с негативными эмоциями Третий пункт очень важный, это любовь Четвертый, заниматься творчеством И пятый пункт, последний, ставить перед собой цели и задачи Ну то, что в принципе я всегда и говорю Итак, давайте начнем обо всем по порядку Первое, научитесь расслабляться Как научиться расслабляться? Как научиться сделать так, чтобы вы были в состоянии покоя В состоянии как бы внутреннего согласия с самим собой, своим телом Своей душой самое главное Для этого нужно исключить алкоголь Для этого нужно убрать телевизор То, что в принципе я тоже говорил в своих старых роликах Желательно попу свою оторвать от дивана И заняться несколькими вещами А именно, нужно научиться правильно дышать Ровно и спокойно Для этого существуют разные техники Можете посмотреть в интернете, погуглить там Одна из хороших техник, это техники йога Дальше, очень слушайте спокойную музыку Я уже говорил тоже в старых своих репортажах Интересно, спокойно, вот релакс радио, мантры, еще что-то такое Можно на ночь, можно дома Можно как бы, ну просто себя расслаблять То есть научитесь просто расслабляться Вот, и если ваше ум и тело начнут расслабляться Соответственно, вам начнут в голову приходить Всякие разные умные, хорошие, позитивные мысли Теперь я хочу добавить То, что расслабление это дело хорошее А самое главное это здоровье Потому что у нас мозги не расслабляются А чтобы расслабить мозг свой Вот именно надо послушать музыку Отключиться, релакс, лучше медитацию А я вообще всем советую дыхание Занимайтесь йогой Потому что при занятии йоги, когда вы слушаете своего учителя Вы его слушаете и забываете о своих проблемах А на самом деле вы оздоровляете свой организм Поверьте, занимайтесь, ребята И еще такой очень важный момент Потому что когда вы находитесь в состоянии стресса И нерасслабленного состояния Всякие хвори и болезни цепляются за ваш организм Поверьте мне, это действительно так Потому что все болезни от мозгов Надо расслаблять мозги, и тогда оно придет Мышцы будут расслабляться И на самом деле все И кожа, и все будет расслабляться И оздоравливаться Вот, еще очень важный пункт, второй Болитесь негативными эмоциями Вот вы знаете, я уже говорил тоже раньше об этом То, что в повседневной жизни человека Среднестатистического 80% всех его мыслей Это негативные мысли Как от них избавляться Как их убирать из себя Существует тоже разных, много всяких разных вариантов Техника, всего остального То есть не говорится о том, что они Хорошие эти мысли или плохие мысли Конечно, плохих мыслей больше Но для того, чтобы их убирать Их как бы от себя отгонять Нужно просто не гонять их в голове То есть нужно просто Вот вы заметьте, да Вы с утра встали не с той ноги У вас что-то пошло не так И вы вот это в течение дня Все накручиваете, наворачиваете Да, там споткнулся, чашку пролил И пошло, зацепилось одно, второе, за третье И все То есть вот изначально Если что-то пошло не так Положите, спокойно Успокойтесь, да От себя это уберите И все вот эти вот Плохие негативные вещи Они от вас уйдут Потому что если вы начинаете злиться на одно Это переходит на другое На третье И пошло, пошло Цеплая реакция, так сказать Поэтому это нужно все из себя тоже убирать А я хочу добавить Что негативные мысли Вот ты сказал, что 80% А 20% ведь хороших вещей Поэтому делайте акцент не на плохие вещи Когда вы думаете о том человеке Вот он такой сякой-расякой А думайте хорошие Потому что наверняка Этот человек за столько времени Знакомился с вами Наверное, делал какие-то хорошие мысли Ну просто потом Поменьше с ним общайтесь Но вспоминайте только хорошее И даже из всего негативного Потому что это забирает здоровье Да, и даже из всего негативного Находите какие-то положительные моменты Вот сделал вам человек плохо, например А вот разберитесь Почему он вам это сделал плохо То есть вот расставьте акцент Не осудите, а обсудите Как я всегда говорю Конечно, конечно И все И поверьте мне Все совсем пойдет не так Как вот там, да, по наклонной А может быть совершенно свернет в другую сторону И вам от этого только лучше будет Поверьте мне Третий очень важный пункт Я бы хотел на нем остановиться Как бы поподробнее И по, скажем так С расстановкой Это любовь На самом деле Любовь в нашей жизни Занимает очень большую часть Нашего времени Нашей жизни Нашего вообще понимания Бытия, жития Вот не Правильно ведь такая есть пословица Любовь спасет мир Любовь исцеляет Любовь делает вас добрее Друг другу Да То есть Вот самое главное Как мне кажется Лучше научиться любить А чтобы научиться любить Нужно научиться прощать Нужно быть искренним Как бы правдивым Друг другу Доверять Доверять И соответственно У вас будет все получаться То есть вы сами Даже не понимая того Если вы будете искренне любить От вас будет просто Уходить все негативное Вот правильно же Тоже говорят еще Когда человек любит Он как по небу летит Или там что Не знаю Там как в небе летает Да То есть Это совершенно другое чувство Да То есть Даже вот по-моему Американские ученые доказали То что Браки Которые долговечные Да Они продлевают жизнь Как Ну вообще говорится Что мужчинам Но как мне кажется И мужчинам и женщинам И мужчинам и женщинам Потому что я не могу сказать Что мужчинам Долговечные браки Мужчинам и женщинам А брак вообще Как говорят Для мужчины хорошо Ну я думаю Что для женщины тоже Ну и вот состояние любви Вот как мне кажется Делает женщину Намного моложе своих лет Когда она любит И мужчину тоже Да Вот опять же Нельзя это вот Женщину сказать Или мужчину Они Все это связано Просто любовь Вот и все То есть любовь Это чувство Которое Главное его не потерять В течение долгих лет жизни Главное его найти Сохранить И пронести всю свою жизнь Вот в чем дело Как мне кажется Дальше Занимайтесь творчеством Тоже такой отдельный пункт Нашей сегодняшней программы Нашего ролика Творчество В жизни каждого человека Оно занимает Ну я не скажу Что главное Как правило Мы к этому Относимся Как к хобби То есть кто-то Вот например Имеет свою специальность Там Условно говоря Водителя, трамвая Там слесаря Там я не знаю Врача, донтиста Или все остальное А творчество у него Такое как там Например Ну как хобби Да назовем Вот я вышивать люблю Вязать люблю Меня мамочка научила Там например Йога и все остальное То есть это На самом деле Ваше хобби Ваше творчество Это секрет бессмертия То есть это та вещь Которое Которое вас Ведет по всей вашей жизни Да То есть Занимаясь любимым делом Занимаясь любимым творчеством А если у вас еще творчество Совпадает с вашей профессией Это вообще реальный Идеальный вариант То есть вы будете Всю свою жизнь Творить Создавать Заниматься любимым делом Да Совершенно верно Еще денежку зарабатывать Да Это вот такой Микс Который вам будет давать Возможность вашего заработка Возможность вашего Расслабления душой и телом И вы будете заниматься Любимым делом Поэтому Ищите свое Кобби Ищите свое Творчество Ищите свое Назначение в жизни Я понимаю Что Многие мне сейчас напишут В комментариях Скажут там Сергей Я вот там У меня такая жизнь тяжелая Я живу там В Урюпинске Или еще где-то То есть я там Хочу заниматься этим Но мне приходится там Например работать Водителем трактора Все правильно Вы можете работать Водителем трактора Но я не знаю Если вы любите рисовать Рисуйте Пейзажи там Я не знаю Натюрморты там Еще все остальное Ой я вам сейчас расскажу Такую историю Мы ехали по Италии По глубокой-глубокой деревне И вдруг весь автобус Которым мы ехали Туристически Повернул голову в одну сторону И посмотрели на такой Маленький домик Скромный Одноэтажный домик Где было поле Просто поле Огромное поле Видимо бабушка живет Наверное не успела Ничего там засадить И тяжело Просто там была Лужайка такая А на этой лужайке Стояли Как это называется Огородные пугала Ну две палки Перекрещенные В виде креста Но каждая пугала Стояла где-то Друг от друга На пять метров И каждая пугала Была одета В такие разноцветные одежды И в шляпы И в очки В общем вещи Которые уже не нужны Но такие яркие Красивые Горшки стояли Такие разбитые Но в этих горшках Там пучок какой-то соломы Пучок травы Пучок фиалок Вот эти разбитые горшки И вот эти цветные пугала Просто мы все аплодировали В автобусе От такой красоты Вот это ляшки А наши чем хуже Наши тоже хороши Конечно Все правильно И последний Завершающий пункт Нашей сегодняшней передачи Это про цели Ставьте перед собой цели Задачи И стремительно двигайтесь к ним И выполняйте то Что вы себе поставили В своей жизни Потому что Движение это жизнь Да Если у вас есть цель Вы живете И как только вы потеряете цель Как только вы потеряете Какое-то Скажем так Движение вперед Все Вы откатываетесь назад Депритник Начинается Да Куча разных всяких У вас там Волнений Переживаний Внутри вашего там Организма Да Это абсолютно не нужно Ставьте себе цели Как я вам уже и говорил раньше Да Может быть эти цели там Труднодостижимы Может быть даже невозможны Может быть они там Выполнимы через какой-то Промежуток времени Но все равно вы их ставьте Вы будете к ним идти Вы будете стараться И вы будете их выполнять И вообще запомните Такую простую вещь То что Работающий человек Да Как понять работающий человек Работающий человек над собой Работающий человек в своей профессии Он продлевает себе жизнь На долгие годы Вот это Я вам серьезно говорю Это действительно так Поэтому занимайтесь Своим любимым делом Творите добро Будьте позитивными И все у вас будет хорошо Все Добра и позитива С вами был Сергей И Вика Симонова Все Чао Любим вас Пока